Выбираем правильные диски, авто. Рисунок к статье. 17 апреля 2015 года 8.38, Кирилл Цвинюк, текст фото-видео. Выбираем правильные диски. Все, что нужно знать о прослойке между шиной и ступицей. Легкосплавные колесные диски все активнее вытесняют когда-то более привычные штампованные стальные. Но одним ли только дизайном первые лучше вторых? И лучше ли? Неподрессоренная масса вынесенной в название этой главы аргумент является чуть ли основным, когда технори пытаются доказывать преимущество легкосплавных дисков. Неподрессоренная масса – это все, что находится ниже пружин, или иных упругих элементов подвески, колеса, ступицы, тормозные механизмы и элементы подвесок. Минимизация этой массы, а точнее, увеличение соотношения подрессоренной массы к неподрессоренной, несет в себе целый букет положительных моментов. Прежде всего, улучшение плавности хода и улучшение сцепления колеса с дорогой. Ведь более легкое колесо и быстрее отработает неровность, и быстрее восстановит контакт с дорогой при отскоке от нее. А помимо этого немного уменьшается износ деталей подвески. Но легкое колесо, кроме всего прочего, быстрее раскручивается при разгоне автомобиля и меньше сопротивляется своей инерционностью при торможении. Получается, как ни крути, минус одни плюсы. Правда, в инженерном деле любые плюсы всегда уравновешиваются неизбежными минусами. И в данном случае главный из них – это необходимость обеспечить достаточную прочность конструкции при уменьшении ее массы. Ну и о стоимости не забудем. Забегая вперед, отметим, что самые легкие и прочные легкосплавные диски – это кованые магниевые, но их стоимость ставит крест на их массовом использовании. Поэтому наибольшие распространения получили литые легкосплавные диски из алюминиевых сплавов. Но литьем невозможно обеспечить достаточную прочность. Приходится увеличивать толщину, а значит, массу. Уменьшить массу диска можно, если изменить технологический процесс производства, применить ковку, точнее, горячую объемную штамповку. Но опять начинает расти стоимость, ведь в этом случае понадобятся многие дополнительные производственные операции. У ковки есть и еще один недостаток – невозможность или очень высокая стоимость какого-нибудь ажурного или вычурного дизайна. Все эти причины привели к тому, что в России практически перестали делать такие диски массово. Когда-то крупнейшие их производители – VSMPO и CRAMS – посчитали и проследились, литые оказались гораздо более востребованными рынком и гораздо более дешевыми в производстве. Но автор этих строк успел отхватить последние диски из производственной программы VSMPO и вот уже три года наслаждается ездой на них, разница в 2.5-3 кг массы по сравнению с литыми дисками реально чувствуется на каждой кочке и при каждом прохождении в ребенке. Современные реалии и вовсе привели к тому, что неподрессоренная масса уже не так сильно влияет на комфорт и ходовые качества. Во-первых, сами автомобили стали тяжелее. Во-вторых, максимально оптимизированы характеристики пружин и амортизаторов. В-третьих, в погоне за каким-то особым дизайном литые диски сравнились по массе с остальными штампованными, а последние, в свою очередь, стремительно теряют в массе, переходя на высокопрочные стали. Дело дошло до того, что современный стальной штампованный диск может быть сопоставимым по массе с кованым алюминиевым. Теплопроводность высокая Теплопроводность алюминия добавляет плюсов в копилку достоинств легкосплавных дисков. Вкупе с гораздо большей площадью прилегания к ступице, легкосплавный диск гораздо лучше отводит тепло, выделяющееся при торможении. А если в дизайне спиц предусмотреть некое подобие пропеллера, то создаваемый ими дополнительный воздушный поток будет еще лучше снимать лишнее тепло с тормозных механизмов. Правда, вышеперечисленные достоинства начнут сказываться только при очень интенсивной или даже агрессивной езде. Геометрия на первый взгляд – все просто, есть диаметр диска, есть его ширина, есть сверловка и есть заводские параметры. Соответствуют, можно ставить. Но имеются и нюансы. Первый из них – так называемый вылет. На него обращают внимание далеко не всегда, а зря. Если вылет диска сильно отличается от заводских требований, то возможны очень неприятные сюрпризы, вплоть до радикального изменения геометрических и кинематических параметров подвески с существенным ухудшением управляемости. Например, при выборе дисков на фокус первого поколения или на Fiesta так и подмывает выбрать дешевую и красивую китайскую реплику дисков Peugeot, Citroën, редкая сверловка 4х108 мм. Но у последних вылет 27 мм, а у Ford'ов минус от 47 до 52 мм. И эта разница не только приведет к заметному выпиранию колес из колесных арок, но и существенно изменит такой параметр подвески, как плечо обкатки. Что приведет, как минимум, к очень неприятному и небезопасному рысканию при торможении. К востоку от Урала, где все еще сильны праворульные настроения, многих автовладельцев так и подмывает ставить диски от вазов на некоторые Toyota и Honda. И наоборот. Но вазовская сверловка минус 4х98 мм, а японская – 4х100 мм. Эти 2 мм практически незаметны при надевании дисков на шпильке, болты, но очень опасны в движении. Во-первых, только одна гайка, или болт, полностью встанет на конус. А, во-вторых, возникнет 2-мм биение колеса, которое будет весьма заметно уже на скорости 40 км в час. Также стоит помнить о том, что гайки, болты для легкосплавных и для стальных дисков отличаются геометрией конуса, они невзаимозаменяемы. Прочность, наверное, это самый щекотливый вопрос. Хотя бы потому, что подавляющее большинство продукции из Китая имеет на себе маркировку соответствия всем мыслимым и немыслимым стандартам, но на деле. Ваш покорный слуга неоднократно присутствовал на испытаниях дисков в лаборатории КИК, Красноярск. Многие недорогие и красивые китайские диски эти испытания не выдерживали. Недавний тест газеты Авторевью на базе той же лаборатории также показал, что далеко не вся китайская продукция соответствует стандартам по части прочности и сопротивляемости циклическим нагрузкам. А это уже прямая угроза безопасности. Фото, КАС, читайте последние новости и материалы свободной прессы в социальных сетях. Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Живой журнал и Мир Тесен.